Она не выполняет свою задачу, поэтому в ней включаются такие программы уничтожения, да, этой формы жизни. Поэтому, повышая вибрации, вы тебя защищаете от любых паразитов, в том числе энергетических, поэтому... Ясторган. Да, делайте необходимые вибрации для того, чтобы насыщать себя светом и энергией другого. В общем, я вам говорю так, паразиты вас избавляют от гниения организма и поедают этот плод, потому что если бы не было паразитов, вы бы немножко по-другому себя чувствовали. Это называется симбиоз, который у вас существует с паразитами. Поэтому, если вы находитесь на высоких вибрациях, клетка хорошо регенерируется, через лимфу все вот эти штуки выводятся, и все у вас хорошо. Если у вас лимфа работает плохо и некуда выводить, соответственно, нужны паразиты для того, чтобы убирать эти ткани, которые... Условно. Прямо вкратце условно. Мид, травы... Давай мы не будем лекарствовать. Какие травы ты бы порекомендовал для того, чтобы прогнать паразитов из организма? Ну, он говорит, что на эсфере больше развивается филактическая медицина. И здесь важно знать, ну, те пути, хотя бы вкратце, те пути распространения, самые простые правила безопасности, чтобы, по крайней мере, большое количество особей не попало в организм, с которыми иммунитет уже очень тяжело будет вправить. Может возник там, например, аллергические реакции и так далее. Первое правило, это действительно, ну, как бы банально это ни звучало, это мысли руки перебегают. К чему бы вы не прикасались. Особенно это касается тех предметов, которые часто касаются люди. Особенно, которые передают друг другу из рук. Самые разные предметы, да, это ваши, например, телефоны, это деньги, это ручки дверей и так далее, это животные, которых вы, домашние животные, даже которых вы считаете чистыми, в любом случае они гуляют по улице и общаются с другими животными. То есть после них обязательно, ну, как бы, я бы не сказала, с антисептиком, но с человечным раствором, с мылом обязательно, желательно тёхлой водой, ну, не холодной, то есть они как бы лучше, обязательно мыть руки вообще перед едой каждый раз. Даже если бы ни к чему не прикасались. Второе, это не кушать, не кушать мясные и рыбные продукты, особенно это касается семейства Карповых. Да, не кушать мясные и рыбные продукты семейства Карповых, если они не пришли до статистической термической обработки. Особенно это касается солёных, копчёных, сухо-вяленых продуктов из рыбы семейства Карповых. Но на территории Российской Федерации, особенно в Сибири, по бассейну реки Опи, и её притокам, а сейчас уже и в средней полосе России, и Волга, и Дон, и притоки, практически все, очень много офисархозных. Поэтому с рыбой семейства Карповых будьте внимательны и осторожны. Особенно карашку, столовик, всё, что касается этого семейства. Дальше мяса, да. Всё, что касается мяса, либо всеядных животных, либо хищников. Вы прекрасно понимаете, чем может питаться животное, ведь мясо, которое вы хотите съесть. Даже если вы его купили на месте, где проверенные продукты, то в любом случае желательно обрабатывать его не менее, ну, в идеале, двух часов с момента закипания. Ну, то есть при температуре 100 градусов. Если у вас автоклав, то, соответственно, при плюс 120 градусах под давлением в 2 атмосферы этот продукт может быть безопасен в течение 40 минут. Да. И это относится, ещё раз повторяю, к мясу семейства. Птичников, всех птичников, да, всех птичников и всеядных животных, то есть которые едят и животных, которые едят и животную пищу, и травоядную. Это же может относиться и к мясу травоядных, но это уже южнее, это как бы не ваша местность. Что касается контакта с кошками и собаками, будьте особенно внимательны и осторожны. И обязательно... Ну, он сейчас говорит, что даже если это животное, которое имеет шерсть, оно просто лежало на вашей кровати, и вы там к ней прикасались, всё равно нужно мыть руки. Потому что нужно помнить, что оно ходит по улице, общается с людьми животными, в любом случае, даже если вы этого не видите, которое не получало противоглистную терапию. И будьте особенно внимательны с детьми, значит, вот, животных и контакт с другими. Это как вот самое основное правило, которые помогут вам жить более-менее без паразитов. То есть не ловите специальности. А молочные продукты? То есть не мойте руки и не ешьте пирожки и скотят. А молочные продукты, они относятся вообще к другу или искать? Молочные продукты? Молочные продукты, они относятся, но там ела не... По другой причине. Если это не ваша собственная, как бы, корова, и не та корова, которая при... Ну, как бы, корова тех ваших знакомых и друзей, и родственников, которые, как бы, проходят проверку, то если вы его просто купили, как бы, на рынке у домашних фермеров, лучше его довести до кипения и кипятить хотя бы 15-20 минут, особенно для детей. Все-таки коровый туберкулез, бруцеллез, сальмонулез никто не отменял, они очень хорошо разложаются в молоке. Будьте особенно внимательны с творогом домашним. Лучше из него сделать какие-либо... Ну, чтобы нагреваться. Какие-то такие камни. А магазины? Ну, они его обычно... Они его из пастеризованного молока делают. Из пальмового масла не получится неправильно отваровать. Ну, давайте поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Извините про то, что она болела, а квас? Что? Бочка, вы? Что это? Ну, вот квас сейчас ценят. Ну, давай сейчас еще начнем. Рецепты давай, другим. Есть бумажечки. Надо написать на бумажечке и нам передать. Существует ли, Рамкиан, надо сказать все тебе. Существует ли климатическое оружие, и это изобретение землян, или его помогли изобрести недружественные планетные кураторы? Ну, Рамкиан говорит, что эксперименты по созданию атмосферных циклонов и так далее, которые несут длительные, не будут приятные климатические факторы в той или иной местности, это у вас как бы есть у земля. Но он говорит, я не считаю, что ваши мужченые добили здесь какого-либо успеха. Но вообще климатическое оружие, оно бывает разрабатывается на тех планетах, которые этим занимаются. Например, у Межзвездного Союза нет таких проектов, потому что оружие Межзвездного Союза другое совсем. Оно не меняет климат, потому что там другие формы оружия. можно его отдаленно назвать климатическим, потому что контроль силбетовцы применили против вас, оно и изменилось на 10 климат, если так сказать. Но оно было просто на другое направлено. Я знаю о том, что в разработках у ваших военных, ученых разных стран есть такие направления, как воздействие на биосферзу людей, на различными волнами, как бы, распыление в воздухе определенных веществ, микроспесий, металлов, которые могут притягивать различные грозы, цунами и так далее. Это связи с вашей разработкой. Я лично не знаю никакого ученого из Межзвездного Союза, кто помогал бы в таких деяниях вашим людям. Спасибо, Рам Диан. Рам Диан, расскажи, пожалуйста, о степени осведомленности власти России и других стран о Межзвездном Союзе и подобных организациях. Я расскажу о том, что для вашего правительства не является секретом существования Межзвездного Союза и инопланетян в частности. То есть, со стороны Межзвездного Союза были контакты с представителями разных стран, но они были как бы в закрытом режиме по причине неготовности вашей планеты к пасовому контакту, который я озвучила ранее. То есть, войны, неуважение к жизни и так далее. И так, контакты с представителями властных структур, они возможны только в определенных целях, чтобы, например, предотвратить войну ядерную. Но это касается физического контакта. Что касается контактов астральных и ментальных, но здесь наши специалисты, они не различают как бы людей по уровню близости к классам, структурам, они просто выбирают контактеров согласных на контакты, которые подходят по вибрациям. И они могут находиться в самых разных профессиях, учреждениях, но чем выше в социальном плане эта организация и чем больше вовлечен в ней работник, тем больше он обычно заботится о сохранении секретности, в том числе просит об этом к кураторов. И мы по договору не имеем права углашать эту информацию. Иначе контакт придется, это неправильно. Спасибо. Минга сказал, вопрос к тебе, скорее всего. Есть ли альтернатива к гормональным таблеткам для предохранения или для предохранения? От беременности? Для предохранения от беременности. Может быть травы какие-то есть или еще что-то? Да, барьерный метод. Барьерный что такое? Ну да, действительно срезервативы и есть еще так женские виды, ну как-то барьерный метод, чтобы безгормональные. ну это просто мешает проникновению семенной жидкости в половые пухи женщины. Различные методы. А травы может быть? Есть, но они не для предохранения от беременности, а есть, которые сокращены. Вот как на ранних сроках называют сокращение выкидыша. он настолько на ранних сроках происходит, что женщина замечает, что как бы пришли очередные, что пришел очередной цикл менструации. Это относится например к барбарису и так далее. Ижи не тут. Ну вот все, хватит назвать всякие страшные препараты, а то сейчас начнут избавляться. Это очень известный. Спасибо мне большое. Давайте поблагодарим. Могут ли Духи воплощаться на разных планетах, отличающихся уровнем сознания? Или нужно дорасти сознанием до определенной планеты, чтобы там воплотиться? планеты, они не разделяются по уровням сознания. Уровни сознания и категория духовного мира. То есть каждый Дух может воплотиться в зависимости от своих задач на любой планете, как в Международном Союзе, так и в другой Галактике, в Азмойдном Мира или Земле. Это зависит не от уровня сознания и от его задач, который входит с которым он входит в воплощение. Вообще мы и вы родились своих родителей на той или иной планете, родились не просто чтобы прожить здесь свою жизнь и уйти в духовный мир. Каждый родился в определенной цели и задачи. Каждый человек. Даже тот, который прожил всего 3 года у него все равно была своя задача. и он прожил не зря эти три года. То есть зависит только уровень духовного разницы. А духа разницы 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 он говорит, что сами планеты как и плотмоидные миры они по уровням сознания не разделяются. То есть любой дух с любого уровня может воплотиться на любую планету. если это будет соответствовать его все спасибо. Является ли физическая аномалия волчья неба патологией связанной с генетикой какой-либо инопланетной расы? Ну то есть гены внесенные инопланетной расы. Зайчья губа. Да, зайчья губа. Волчья неба и зайчья губа. Ну он сейчас говорит, что это не генетические как бы, а уже в процессе формирования. В процессе формирования плода на ранних стадиях это гормональные воздействия организма мамы и ее психологические гормональные воздействия на энергетику которые влияют не на генетику самого плода а на то что как на скорость разложения клеток что-то вот такое патология внутри пробного развития она не считается идентич То есть это внутренние человеческие изменения в генотипе я не 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 в генотипе как в теле просто то есть кто заячьи губой и волчьи которые назвали патологией у них дети они вообще без этого могут патологии не затрагивают генетику можно ли мне сейчас открыть третий глаз активировать шестую чакру подойдите сюда подойдите сюда да у меня у меня пил и сейчас сейчас она 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Порхающие бабочки, пчёлки, закаты, рассветы... Как это прекрасно! Такая удивительная планета. И самый такой концептуальный вопрос, очень важный вопрос, конечно, о бережном отношении, как говорят, о экологичном отношении. И причём экологичном отношении и к планете, и друг к другу, и к себе, к миру. И это так важно, и выходит прям вот вперёд-вперёд-вперёд. Как важно это чувство и это понимание возвращать в наших детях, объяснять, рассказывать об этом всегда, потому что новое поколение, я верю, это будет другое поколение. Знаете, когда я брожу по своему лесу... Да. Сумерка. Вот тут самое интересное. Спасибо. На самом деле, на самом деле, я это вам просто дарю, это понимание, потому что... Потому что в конце июня очень много светлячков. Они сияют, мерцают, восхарятся. И это такое чудо, что даже в сумерках они освещают тропинку, освещают путь. А запрокинешь голову, звёзды. Светлячки, как звёзды. Звёзды, как светлячки. Наверное, вот это сияние, быть источником света, это в генетическом ходе человека. Источником доброты, тепла, любви, радости, нежности. И я тоже верю, что когда-нибудь наши высокие вибрации сольются с высокими вибрациями нашей планеты. И тогда закружится оно в своём вальсе. По этой вот спирали, в стремлении к вечности, бесконечности. И будет освещать, сама сиять, и в этих светлых потоках любви освещать уже другие миры, другие мироладские... Контактёры, очень интересные контактёры. Такие, как Ауника, такие, как Влад Пульсак. И вообще, когда мы начали с Ириной, прям, Ирина, ну что, будем всем говорить, что мы куку, да, будем. И когда мы начали провинцироваться, мы, конечно же, боялись немножко. Мы боялись неадекватной реакции людей, мы боялись неадекватной реакции иных организаций, которые существуют на нашей планете, которые занимаются структурированием нашей планеты в плане государственности. Мы... Да, мы переживали. Но когда мы поняли, и когда Ирин спрашивает, типа, а что, много контактёров? Я говорю, Ирин, ты не представляешь, их огромное количество, которые просто сидят и молчат, и боятся об этом говорить. Боятся об этом сказать. И наша медицина, она была направлена на то, чтобы людей, у которых есть контакт с тонкоматериальными цивилизациями, у которых есть контакт с духовным миром, с гуманоидными цивилизациями, немножко ограничивать в этом контакте и содержать в изоляционных условиях. Почему? Потому что ранее не могли этого объяснить. Ну, может быть, действительно, тогда бы было поступать государству на тот момент времени. Но сейчас уже просто наступило другое время. Наступило время, когда мы должны чётко понимать, что мы во Вселенной, в галактике, в космосе, на Земле не одни. И мы никогда не бываем одни вообще. С нами всегда есть рядом наши наставники, наши кураторы, наши ангелы-хранители. И мои ангелы-хранители — это те люди, которые находятся сейчас в этом проекте. И чем больше у меня будет ангелов, тем больше у меня будет сил для того, чтобы проецировать этот проект дальше. И вы тоже будете являться моими ангелами-хранителями. Почему? Потому что я чувствую в вас доверие к этому проекту. И я с большой глубокой любовью к каждому из вас буду заниматься и развивать, и строить этот проект вместе с теми, кто присоединился в этот проект. И я говорю честно, что я сюда пришёл один с ничем. Я отсюда уйду одним ни с ничем. Но всё, что я оставлю после себя и всё, что мы оставим после себя, останется нашим будущим поколением. Поколением, которое должно чётко понимать, что такое любовь, что такое содружество, что такое радость, что такое счастье, что такое объединение и гармонизация. Это как раз то, чем мы с вами занимались три дня на этом ретрике. Мы гармонизировали свои внутренние чувства. Мы балансировали себя. Мы переступали через своё эго, когда спускались по ступенькам. Мы ловили ку-ку контакты, когда садились в медитациях. Мы делали много чего для чего? Для того, чтобы наконец-то объединиться и понять, что мы — это единое целое. Единое целое того Бога-создателя, который всё это придумал. И сюда мы пришли для чего? Для роста и развития. Поэтому я в продолжении темы скажу, ребят, я вам от всей души и вся наша команда, группа Кассиопея, желает вам дальнейшего роста и развития. Дальнейшего роста и развития вашего духа, вашего тела и вашей сплочённости в этом вопросе. Лица всех присутствующих здесь, в такой вот памятный субъект, именно с напоминанием о первом ретрице, проведённом в Крыму, в Севастополе, для вашего центра. Мы тут уже немножко понаписали, понаписали. Какие молодцы! Вам всем огромное спасибо, потому что я здесь вижу много подписей. Если кто-то хочет дорасписаться, мы ждём. Я положу потом дорасписаться. как раз рядом с Донейшеном. Да, и хотел бы сказать, что почему Донейшен, а вообще почему такая структура? Потому что я считаю, что каждый из вас должен в себя вложить. В себя, именно в своё развитие. И пока я здесь, пока не улетел на другую планету, я буду смотреть за этой структурой, чтобы только на Донейшен. Все духовные знания, все обучения, вся простройка должна быть доступна абсолютно любому человеку на этой планете. Я буду стараться, да? Это как раз и показывает настоящуюся искренность ваших намерений. Так, стихи Зимс. А, Света почитает мои стихи, потому что оно длинное, я его не помню на языке. А Света почитает. Хорошо. Но мы будем знать, что это двои стихи. Оно приходило, знаете, дважды, потому что оно предписано, что это полного. Вообще на самом деле отражение искусства это отражение того контакта, который у вас есть. То есть это называется вдохновение. То есть что-то в вас вдохнуло ту мысль, то действие, которое вы начинаете производить. Мой остров. И так, мой остров ждет меня величие и прекрасные. Зовет к себе глуханьим роз, тончайшим переливом нежных красок и жемчугом прохладных светлых роз. Полной прозрачной, чисткой, как слезинка, песчаным золотом, что тянет, как магнит, и ветром, свернутым тугой пружинкой, и парусом, замечающим пужинкой. Вдыхаю бриз, настроенный прибоем, настойный прибоем. Плечу в лицо волны аквамарин и легкий след под быструю ногой несет меня подножие вершин. Крута тропа, маншистая дорожка под ноги стелется и вверх сама несет. И я лечу, но под устав немножко притормозила, не вписавшись в поворот. И что же вижу, удивленно оглядевшись, вокруг мурвыча, блея и ревя, собрался весь народец здешний, пришедший поприветствовать меня. Не лягушонок, прыгнул на ладошку, и сланя бескакала под олам. Потапоча прибежала ко мне с лукошком, и мы малину спили пополам. И бабочки чудесное явление услышала в дрожане нежных крыл, я ощутила в легком дуновении, что остудил мне чрезмерный пыл. И вот красавица, изящная, сев на ножки и грациозно крылышки, сложив, застыла на плече прекрасной брошью, волшебное мгновение подарив. Вокруг меня цвели, и распускались гнящим цветом дивные сады, и на ветвях медово наливались лишь для меня созревшие плоды. И радужных стрекозок и в тишине, и песок в ящерах и льканье в камнях позволили причастность к сотворению почувствовать над праздностью подняв. И вновь тропа, и я по ней ступаю, вдыхаю лес с порывом ветерка, и с каждым деревом, как с другом, обнимаюсь, и шелковый корень их мьет, их и мьет щека. И гроздь цветов, склоняясь мне навстречу, приветствую дождем из лепестков, и мне на волосе лицо и плечи ложится дивно пахнуть пахнущий покров. И вот бегу, смею из богоуха, и слышу вдруг журчание ручья, в него блаженные руки опускаю, плещу в лицо и погружаюсь вся. Потом поток и струи тугих и серебристых, а мы у меня играя через вязь, и вышла из него хрусталь нечистая, от всех недугов мигом исцеляясь, и снова в путь к вершинам и к свершеньям вбегаю вверх по девственной тропе, и древний храм божественным явлением зовет меня приблизиться к себе. Золоченых врат касаюсь, замирая, пройду или нет, святая для святых, но створы распахнулись, пропуская, и я вошла, про все и вся глобой, звучала музыка нежная, хрустальна, и пение ангелов ей вторило вдали, и свет небес строился изначально, даруя имманацией любви, вокруг меня все чудно, просторно, огромный зал, и взглядом не объять, и предо мной относятся задорно, малюки эльфа приглашают танцевать, сверкают их воздушные одежки, крылышки прозрачные в пыльце, и в па веселых взбрыкивают ножки, и глазки звездами сверкают, сияют на лице, повсюду снег, и все вокруг порхает, шарфы, шляпки, в лентах, о цветах, и ангелу с улыбкой приглашают вновь прибывших занять свои места, все замерло на краткое мгновение, затихло натяжение, гноя, и с легким белорозовым видением под звуки вальса запорхал цветущий сад, кружились пары в белопенном вихре, являясь всем изящество и стать, свели глаза на лучезарных лицах, витали руки перышком под стать, и стройных ног скадженье по паркету, и тупик излоченный смелый взлет, дарили вдохновение поэту, и чувством радости, и красоты поэт, и феерос в объятиях стройных лилий, и в риоле пчелок, и стрекоз, чару и грации кружили и кружили, и у меняли зрители до слез, но смокли сбоку столь родного вальса, душа расклилась, нежно трепеща, и в тот же миг зал словно бы взоглался, всей полнотели в губе по плеща, нам пели песни, и читали коды, и угощали радужным вином, и поздравляли с высшим переходом в мир, одаренный творческим огнем, где нам творить и верить бесконечно, в полет любви и беспредельность крыл, и верить безраздельно и навечно себя тому, кто будет, есть и был, пустеет зал, и свет слегка притушен, лишь песнь фонтана слышится вдали, а мы стоим и вновь готовы слушать чудесные мелодии любви, нас подняли в золотых кабинах лифта и разместили всех по этажам, где звуки праздника почти что стихи и где ничто не помешает. Лапочки в груди, когда их слушаешь. И вы знаете, наверное, не зря не получилось сразу жить там, где мы собирались, да, а нужно было поменять для того, чтобы подняться на 840 ступеней от уровня моря. немножко ближе к Богу, немножко-немножко выше и чище здесь души, и больше места, и больше возможностей увидеться, подружиться. И вы знаете, удивительно, что буквально через час, когда люди здесь собрались, начали все обниматься, начали говорить слова любви друг друга, говорить, какая ты красивая душой, какой ты замечательный человек. Вот энергетические люди друг друга здесь очень четко почувствовали. И эта энергия пошла сразу, сразу. Конечно, зависит много от энергии, которую принести. Огромное спасибо. И я была на личном консультации у Влада, и вы знаете, выйдя с его номера, я поняла, не зря нас подняли сюда так высоко, на дуровом не море. И не зря ты живешь на самом высоком покажем. Вы знаете, из-за этого, кто занимается, вы занимаетесь, уже есть такая практика, подняться в гору мудреца. очень сильная, шикарная практика, много очень дает осознанности, сознания. И вот, когда я вышла после консультации от него, я только тогда ощутила, что я сейчас только что была на этой горе мудреца. я вас безумно люблю, я вам всем настолько благодарна, и я думаю, что это взаимно сейчас чувствует каждая душа и каждое сердце. Я вас люблю. На самом деле очень приятно получать такие вещи. Приходи. У меня есть такая способность или неспособность, интерес, когда встречаешь какого-то человека, одним словом его охарактеризовать. И вот такие ассоциации у меня с каждым. Сейчас интересно. Максим это сила и вера, а у Ника это легкость, такое пение и токание. Ирина это тотальная любовь, а благ это тотальная мудрость. Можно добавить? Я еще просто не закончила. Мариночка тотальная простота. Мариночка такое дело сделала. Вы все здесь только потому, что у нас есть Марино. Честно, да, вообще. Давайте поблагодарим. Мы забыли про Марино, она в нашем проекте. увлеклись своим эгганом. Так вот, и все вместе вы создаете такое огромное количество дни пространства любви, в котором невозможно оставаться безучастным и невозможно не трансформироваться вообще. И у каждого, кто здесь сейчас, у каждого, кто здесь был, происходили очень серьезные трансформации, которые еще даже не все осознают, они будут сказать, что это сразу, кто-то потом, но это проявится обязательно. И очень здорово, что есть такие проекты. Очень благодарна за эти проекты, за то, что эти проекты вместе собирают таких замечательных, мудрых, глубоких, просвещенных, просветленных людей, которые бескорыстно практически делятся своей любовью, своим открытым сердцем. И таким образом помогая каждому из нас, человеку, который здесь находится, раскрыть свое сердце. И дальше это раскрытое сердце, свет этого сердца, свет этой любви нести в массы. И таким образом конечно будет не видеть. Я хотела добавить не только легкости партами, очень глубокая нежность, столько любви, столько прям такая аура там просто была, когда мы занимались. Это необыкновенно. Передача это невозможно словами, это надо только чувствовать. Я думаю, что со мной многие согласятся. АПЛОДИСМЕНТОМ Чувствую себя, как тот медвежонок ваневеду. Это когда встречаются медвежонок, лисенок, зайчонок и бельчонок. Зайчонок такой, а я умею петь. Лисенок там, а я умею надувать шары, там потом бельчонок, зайчонок и волчонок. А волчонок такой говорит, а я умею писать стихи. А медвежонок только сидит, а я, а я, а я, а я вам всем по ушам. Ребят, конечно, это шутка, но... Я всегда умею что-то. Я всегда стараюсь немножко ослабить вот эту либо вот духотворенность. Мы начинаем отлетать, 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 и я чувствую, что полетели. Все полетели. Надо заземляться. Когда заземляется, я пытаюсь уже на руках, уже понимаю, что тяжело, но надо поднять. Да прекрасно. И другим хотелось тоже одеть на себя эти состояния после практики. И именно на ваш отклик шли другие люди. И хочется, чтобы это состояние у вас сохранилось, чтобы вы сохранили эту вибрацию и несли ее. И чтобы от вас зажигали другие люди. То есть ваша как бы привлекала внимание ваше состояние. И чтобы таких людей в мире становилось как можно больше. и чтобы такого состояния взаимоотношения, взаимопонимания между людьми из как можно больше разных странах, разных городах. Какая-то проекта в России, но нет из разных стран. Я думаю, что действительно будет международнее. как сейчас говорит Максим, это наверное будет, потому что все пришло то время. Некогда уже спать. Надо пробуждаться, просыпаться, надо нести эту любовь, это взаимопонимание своим детям, взращивать их на этом состоянии, которое вы испытываете сейчас. Поэтому несите эту вибрацию. Заражайте эту вибрацию своих родных, домашних, близких, знакомых, друзей, всех компаньонов по работе и вообще все пространство. Поэтому вам большое спасибо за эту гармонизацию между собой и то, что вы подарили и передали друг другу здесь. Это очень такой важный момент, который нужно отметить. Насколько вы дружны и насколько это все важно. Понимаете, буду. Камышки пересматривай. Ну, понятно, в общем, еще одна раз. Вообще два. ребят, это такая гармония, это такое счастье вообще сознание. Кошек как цивилизация. Анна, как они там ищут аренции. Ребята, вы просто идеальная команда. У меня есть предложение теперь вам снять фильм для команды Кассиопия. Для того, чтобы команда Кассиопия выложила это на канал и все посмотрели ваше состояние после практики, после вот этого объединения. Поэтому с вас фильм. Можно я добавлю про состояние? У меня вообще редко какие-то такие, но здесь я отлетаю, у меня какие-то железные прутики, вибрации, какие-то отъезжания, волны, в общем, полный набор, ребята. песни, искренние слова людей, которые рассказывали о своих чувствах, они зажигали в вас такой ответный поток любви, счастья, гармонии, который вообще виден в астрале за много километров. не только они, но и мы умеем. Он говорит, что это как бы все умеют, потому что, да, Рамтиан говорит, это умеют все, потому что способность к творчеству это главная особенность любви творца, которая в нас заложена. Рамтиан, я не знаю, как ты ответишь на этот вопрос. Вот линии на руках наука хиромантия, соответствуют ли земные знания по этой науке и их действительности? Я понял вопрос так, соответствуют ли знания землян об этой науке действительному положению дел? Да, да, да. хиромантия, нумерология, астрология, астрономерология, астропсихология, все эти направления, тарология и так далее, рунология сейчас уже есть. Все эти науки, все эти учения, эзотерические учения, это отражение в символике знаков человеческого тела, а также внешних символов, отражение тех духовных знаний о духовном мире и качества духа который туда воплотил и одно вот каждое из этих направлений она связана со всеми остальными то есть как на второе из отражения планет можно найти отражение рун на буквы еврейского по вид и гиббский герой и роглифы и кто угодно да и цифры также цифрах до нумерологических расчетов в вибрациях каждой цифры можно найти отражение планет качество знаков на ладони и так далее то есть все эти учения это осколки единые раньше науки которая была у вас раньше до войны которые изучали жрецы и передавали как бы своим детям в более глубоком понимании начала этой науки были доступны как бы всем детям ваша планета в древности да у вас это была цивилизация а потом после войны когда ваша цивилизация стала снова заселять землю бороться на существование это единая прежде наука божественной реальности отраженные различных проявлениях материального мира она стала разделяться на три сферы эзотерику науку и религию и теперь каждый из вас за каждый человек из вас который хочет идти путем духовного развития он вынужден собирать эти знания и по крупицам и науки и за эзотерики и зрели я них и разводим а у нас мы звездом союзе осталось это знание единым и мы делаем все чтобы через контактеров точно передавать знания от души к душе от света к свету от духу к душе это наша главная задача как представители между звездного союза на земле мы конечно отвечали на этот вопрос я думаю каждый раз растет и каждый кто здесь находится я в любом случае буду считать членами нашей команды на следующий год площадку больше готовьте каждый перевезет как по десять и пятнадцать человек да 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 да